Фронт света. В Черновцах изготавливают окопные свечи для военных. Жестяные банки из-под консервов, картон и агарки, которые обычно попадают в мусор, превращаются в спасительный источник тепла и света на передовой. О технологии и особенностях производства смотрите в сюжете наших коллег. На высоту баночки мы отрезали картон. Берем фитиль, он тоже из картона, и на этот фитиль закручиваем улитку. И топим воск. Так рождаются свечи для бойцов на передовой. Окопные. Помидед Мороз, до свидания. Ольга рассказывает, чтобы сделать окопную свечу, необходимы жестяные банки, гофрированный картон и парафин или воск. В жестянку утрамбовывается картон, а потом в несколько слоев заливают воск. Тот должен быть достаточно горячим, чтобы успел впитаться в картон. Мы просто заливаем это все воском. Обязательно пропитываем фитиль, он тогда легче зажигается. Вот вы можете увидеть, что воска уходит достаточно много. Одна такая банка горит до шести часов. Волонтерам помогает и местный дворец детей и юношества. Именно сюда неравнодушные приносят агарки старых свечей, парафинный воск, жестянки и картон. Мастерицы рассказывают, потребность в них есть постоянная, потому что бойцы часто заказывают на передовую окопные свечи. Я маме несу вещи для свечек. Там бутылки и еще что-то такое. Она делает их, потому что у военных нет света просто. Есть такая корзина гигантская, где написана «гуманитарная помощь армии». Я туда кинул хрустящие палочки. И Украина – лучшая страна. И еще у меня есть очень грустная история. Мой двоюродный брат погиб. Мама шестилетнего Богдана, Татьяна, также помогает изготавливать свечи. И не только их. Приходим, занимаемся на данный момент именно плетением кикимор. Если когда-то держали крючок в руках, то ничего сложного нет. Мы же для победы работаем. Тем временем Инга подбросила в чайник еще порцию агарков. И пока они топятся, времени не теряют. Сразу принимается плести коврики. Ими женщина облагораживает бомбоубежище. Это полностью риюс. Это старые речи. Вы про них. Это полностью риюс. Это старые вещи, выстиранные, которые режутся на кусочки. И делается такая мозаика. Это очень древняя техника ручной работы. Это все непоношенные вещи. Ничего на ветер не спускаем. Особенно ночью, когда тревога-то успокаивает. И вот партия окопных свечей готова. Тестируем. Можно нагреть стакан воды. Можно разогреть консервы. Такая окопная свеча не боится ни влаги, ни ветра. Она легко может осветить окоп или подвал. Обогреет блиндаж. Поможет быстро закипятить воду. И даже разогреть обед.